Проблема чрезмерного употребления спиртных напитков во все времена была актуальна для нашего общества. Наиболее действенной из всех существующих методов борьбы с зелёным змеем – это профилактика, считают эксперты. В Тверском государственном медицинском университете прошёл круглый стол на эту тему. Зачастую бутылка затягивает и на дно именно молодых людей. На круглом столе в медицинском университете прозвучало, что главный метод борьбы с этим пагубным пристрастием – профилактика. Причём везде – в семье, в школе, в сетях, в ВУЗе. Надо формировать здоровые мысли, здоровый образ жизни, здоровые отношения. Необходимо ввести такую, скажем, психологическую работу. При этом медицина бессильна, если человек сам не осознаёт проблемы. Очень важно, говорят врачи, вовремя вмешаться, не упустить тот самый момент, когда от развлечения до зависимости – один шаг. У нас есть разрыв между началом потребления, пагубным употреблением, о чём проговорила Елена Андреевна, и формированием зависимости. И вот здесь, по факту, мы не работаем никак. Специалисты делят проблему на две части. Одна – хронический алкоголизм, другая – разовое употребление в больших количествах, когда, что называется, сносит башню. Отсюда проблемы с законом. В демографической проблеме, в демографической ситуации, вот именно вот это, вот разовое большое употребление алкоголя, которое очень типично для России, приводит всё прекрасно, знаете, вот к этим насильственным причинам смерти, травмы. Алкоголь провоцирует возникновение тяжёлых заболеваний. Отсюда ранней смерти, инвалидности, рождение потомства с патологиями. Этим озабочены и будущие медики, также участники круглого стола. Здесь нужна, опять же, профилактика. Её, в первую очередь, необходимо продвигать в студенческой среде, считая студент-медик Искандер Абдинов. Мы молодые люди, приходим к другим молодым людям, учим их тому, как себя защитить от этого негатива. Метод – это, конечно же, общение в первую очередь. То есть молодые, именно акцент на молодых людях. Молодые должны говорить молодым. Мы поинтересовались у студентов, насколько сейчас увлечение спиртным в тренде. Оказалось, что молодёжь ратует за здоровый образ жизни. У каждого человека есть свои личные хобби, интересы, поэтому расслабляться без градуса весьма вероятно. Как минимум можно идти разговаривать с друзьями, играть в игры. Можно, на крайняк можно поучиться. Больше продвигается здоровый образ жизни, и многие его придерживаются. Зачастую, говорят врачи, при помощи спиртного люди пытаются снять стресс, расслабиться. Но есть и другие полезные способы отвлечься от проблем. Например, занятия спортом или хобби, благодаря чему человек развивается духовно и физически.